Есть такая примета. Если утро начинается в лаборатории Марата К, то в интерьере скоро появится авторский предмет. Сегодня я решил, что буду делать лампу. Для этого я беру кусок МДФа, прессованный картон, обмазываю краешек клеем, и здесь у меня заранее нарезанные деревяшечки. Так я делаю основание для лампы. Каждой детали должно быть отверстие. Это закон любой детали. Отверстие в данном случае должно быть посередине, и отверстие должно быть 15 миллиметров. Я беру обыкновенную канализационную трубу и засовываю в такие струбцины, потому что мне от трубы нужно отпилить ствол лампы. Для того, чтобы трубу ровно отрезать, нужно приклеить к ней малярную ленту, чтобы указывало путь. Это как меридиан. Или параллель. Картонное основание, канализационная труба, а сверху абажур. Но чем не современное искусство? Современное – это современное, а я делаю вечно. Поэтому эту лампу нужно покрасить. Как заявила одна из моих четырёх дочек, я больше всего на освете люблю розовый. На то она и девочка. Быстренько закрашиваю эту канализационную трубу. Основание также выкрашиваю розовым цветом. Внутреннюю часть трубы защищаю малярной лентой. И аккуратно отрезаю излишки. А зачем? Узнаете через мгновение. И вот оно. Наступило это мгновение! Я буду заниматься свёрлингом. Это такое название современной техники. У меня сердце даже заболело. Нужно принять несколько капель волокордина. Предстоит настолько сложный процесс, что несколькими капельками не обойтись. Но на самом деле я сейчас буду готовить краску для мраморирования. Самое главное, чтобы было два цвета. Для каждого лака отдельный флакон. Обыкновенный лак для ногтей я выливаю во флакончик, а потом разбавляю жидкостью для снятия лака. Можно ацетоном. Это всё добро взбалтываю. И самое главное, вот эта вот пимпочка, которая даёт капельный эффект. В мраморировании есть несколько секретов. Первый. Вода должна быть комнатной температуры. Второй секрет. Туда нужно добавить капельку жидкого мыла. А третий секрет заключается в том, что нужно подготовить такие длинные бумажки. Это может быть обыкновенная газета. Ими нужно почистить верх воды. Потому что вода со временем покрывается плёнкой. Если этого не сделать, то пигменты не будут плавать по поверхности. После этого можно начинать пробовать. После этого я беру предмет, медленно его опускаю. А вы думали, зачем он обклеивает его малярной лентой? И... Как же это красиво! Вот это вот искусство. И таким образом я засверлингую все оставшиеся детали детской светящейся конструкции, то бишь лампы. Как только предмет погружён в воду, его уже испортить невозможно. Можно вытащить такую воду. Нежнейшую красоту! Всего лишь три части, которые нужно собрать между собой. На простой каркас. Я надеваю основание из МДФ. Теперь электрическая часть. Хочу сказать, что если вы не особо с электричеством ладите, позовите папу или чужого дядю, потому что их не жалко. И казалось бы, сверху должно пойти вот это вот драгоценное украшение, но оно вот так вот ходит. Для того, чтобы труба не гуляла, нужно одно кольцо внизу, лента, и другое кольцо где-то посередине. И теперь, когда я надеваю трубу, она уже не болтается. Но пока электрическая часть. Это основание цоколя. И я здесь подготовил еще одно кольцо, которое внешним диаметром больше, а внутренним диаметром прямо как патрон. Лампочка! Самое главное! А то без нее это была бы не лампа, а просто предмет. А лампа должна гореть. Это чудный светильник, который вы можете сделать своими руками, украсить любую детскую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok